Здравствуйте, дорогие зрители! К нам поступил такой вопрос. Начиная с институтских времен, повсюду услышу бранные слова. Кто-то употребляет его иногда, кто-то только так и разговаривает. Сейчас закончила учиться, работаю, новый коллектив. Но тут тоже только так и говорят, что можно делать. Грустный вопрос, конечно, он касается культуры речи. Касается сквернословия. Почему возникает вообще вот в среде общественной такая духовная болезнь, как сквернословие? От сквернения душ. Существует айсберг. Верхняя часть айсберга всем видна, потому что она на поверхности. А внутренняя большая часть находится внизу, в воде. Вот если случится этому айсбергу перевернуться, вдруг какая-то волна, то вот эта внутренняя часть, которая под водой, поднимаясь наверх, она выглядит весьма уродливой и страшной. И вот нечто подобное происходит с человеком, который произносит бранные слова. Вот те слова, которые он произносит, это малая часть того поврежденного сердца, того изуродованного сердца, которое рождает эти слова. Царь Давид Салма говорит, что человек глаголит от избытка сердца. То есть, оказывается, наши все мысли и слова, они рождаются не в нашем мозгу, не в нашей голове, а в нашем сердце. И на языке Библии жилищем души человеческой является не голова, не мозг, а именно сердце. Поэтому вот эти скверные слова, которые люди говорят, они окрашиваются какими-то эмоциями. И эмоциями грешными, эмоциями нечистыми. Теми эмоциями, которые человека оскверняют, пачкают. И вот если этот человек имеет вот такое сердце нечистое, то и уста его будут рождать вот эту нечистоту. Апостол Павел говорит, что люди – это есть храмы. Люди, как церкови, святые должны быть. В них благодать Божия. Мы же христиане, мы крестимся во имя Христа, мы принимаем плоти кровь Господа, мы миром помазаны святым, мы с крестами на груди ходим. То есть, мы должны быть святыми. И мы святы по благодати, дарованные нам. Но по жизни бывает совсем наоборот. Эта благодать, она оскверняется. И люди из храмов превращаются вот в такие мусорные ведра, которые нельзя открыть, ибо из них сразу начинает смердеть. Вот поэтому, если бы в обществе человеческом было бы вот такое понимание к слову, то, конечно, люди бы задумывались о том, что они делают. Ведь слово, оно очень энергетично, оно энергоемко. Слово – это мысль, воплощенная в оболочку вот этих букв, которые выстраиваются в слово, слова выстраиваются в предложение, и получается воплощенная мысль. Апостол Павел тот же говорит, иной пустослов уязвляет словом, как мечом, а мудрых слово врачует. Поэтому вот те люди, которые произносят вот эти скверные слова, они подобны сумасшедшим, которым в руки попала бритва. И они этой бритвой наносят страшные порезы окружающим. Кому-то руку, кому-то лицо, кому-то ногу, кому-то одежду режут. И общество превращается в людей, которые ходят в одежде изрезанной, с ранами, которыми кровоточит. Вот это, опять же, духовное видение мира, который погружен в скверну. И святым пророкам, святым Божьим людям открывалось истинное видение сердец человеческих, мира, в котором живут люди. И они ужасались от того, что происходит в мире. Забыли Бога и стали грешить. И уже в грехах стали искать смысл жизни. И уже из этих грехов, как из кубиков, создали себе идолов, обожествили их и стали им поклоняться. Поэтому, конечно же, все идет от забвения Бога. Вот это вся нечистота. Но ведь и Христос сказал, если вы, мои ученики, в мире всем скорбны будете. Почему? Да потому что мир лежит во зле. Мир ненавидит Христа. Вот подобно тому, как человек относится к соринке, которая попала в его глаз, и он никогда не успокоится, до тех пор, пока эту соринку не вынет из глаза, вот так грешный мир относится к Иисусу Христу, который пришел в этот мир. Но только Христос – это не соринка, это драгоценная жемчужина, которая сияет своей красотой и драгоценностью. Вот поэтому, что посоветовать вот этой женщине, которая оказалась в этой среде? Ну, прежде всего, нужно укреплять свою волю, свою веру и проповедовать. Мы знаем, что святые, они ярче сияли своей верою, когда оказывались в среде темного невежества. Иоанн Креститель спустился на дно ада и там проповедовал о грядущем Христе. Христос после смерти своей душой свою сошел в ад. И там, в этом нечистом месте, он просветил и своим божественным огнем осветил, очистил все, связал дьявол, освободил души людей, томящихся там. Поэтому надо подражать святым, надо подражать Господу, и досветится свет ваш предчеловеке. Там, где проповедуется имя Иисуса Христа, проповедуется делом, там зло отступает. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в редакцию нам поступили вопросы, на которые мы хотели ответить. Не раз слышал от своих знакомых упрек в сторону родителей, что их крестили, не спросив их. Может, действительно не надо крестить детей в младенчестве? Пусть вырастут и сами решат, где принять крещение. Ну, если подходить именно с этой стороны, что детей нужно обо всем спрашивать, с самого младенчества, ожидая их разумности и осознанности, то мы можем здесь, конечно, подпасть в великий соблазн. Мы можем, во-первых, дождаться возраста, когда будем спрашивать, во что их одевать, чем кормить, чем питать и чем лечить. Но мы понимаем, что как ребенок получает лечение, образование, во-первых, по наставлению родителей, по их, может быть, где-то даже вере в их будущее и так далее, то и здесь крещение маленький человек принимает исключительно по вере родителей, по вере крестных, то есть людей, которые призваны помогать во всем родителям плотским. И поэтому, естественно, мы не ручаемся за то, каким вырастет этот младенец в будущем. Будет ли он верующим, будет ли он христианином. Но, по крайней мере, тот дар, который, кстати, с первых веков христианства в виде крещения предавался и младенцам, а младенцев крестили сами апостолы, потому что мы из апостольских деяний знаем, что если апостолы крестили взрослых, то они крестили весь дом – и слуг, и рабов, и детей, и младенцев в том числе. Поэтому младенцы не могут быть лишены этого дара. Это как привитие к великой ветви Христу. Маленькая веточка, маленький человечек прививается через крещение Господу. И когда мы вспоминаем о слове «крещение», в корне этого слова лежит слово «крест». То есть младенцу прививается вот эта жертвенность, жертвенная любовь. И через эту жертвенную любовь, надеемся, и каждый христианин послужит Господу. Как Господь говорит, кто любит меня, пусть отвержится себя, возьмет крест свой, вслед меня идет. Вот это таинство крещения – это взятие на себя, креста Господня. Конечно, без объяснения родителями младенец не будет сам по себе уяснять, что такое крещение, для чего оно нужно. И, наверное, только тот выросший ребенок, этот упрек, скажет родителям, что зачем вы меня крестили, если не получал хотя бы начального маленького образования домашнего. Для чего меня крестили, зачем? Ведь часто крещение принимает, к сожалению, даже из меркантильных интересов, чтобы человечек маленький был здоров, чтобы присутствовало в его жизни эфемерное счастье, успех и так далее. Но все это не так, все это лживые и неправильные цели, которые ставят родители при крещении детей. Единственная цель крещения – это приобщить ребенка к Христу, к христианству, приобщить ребенка к Господу, чтобы на ребенка снизошла благодать Божия. Но как любая благодать растрачивается и истощается, если ее не поддерживать, как не подливать масло в лампаду, так и то же самое младенец, если не поддерживать в нем веру, не укреплять эту веру, да и взрослые тоже этим страдают. Часто у нас вера моментами ослабевает, а моментами укрепляется. То же самое касательно и детей. Мы должны, со своей стороны, постараться вложить в них все возможное, рассказать о Христе, о Евангелии, о евангельских событиях. И в этом смысле, конечно, выросший младенец не задаст вопрос, почему меня крестили в детстве. Но крещение – это дверь в собрание церковное. Без крещения невозможно за человека молиться, то уж если исходя из практических побуждений, то как ты за некрещенного будешь молиться? А с другой стороны, конечно, крещение – это баня, так называемая, паки бытия, то есть вновь рождение. Человек рождается дважды в этой жизни, христианин. По-плоскому рождается от родителей, да, и по-духовному – это от Господа, через таинство крещения. И если правильно родители будут подходить к этому вопросу с рассуждением, подбирать крестных и сами, не просто как к формальному обряду, то действительно это принесет в свое время нужные плоды.